В эфире программа «Библейские исчения». С вами автор и ведущий Николай Арефьев. И тема сегодняшнего выпуска – «Ангелы Божьи и безопасность праведника». В Новом Завете, ну, собственно, и в Писаниях всех, и в Ветхом Завете, есть темы, которые, к сожалению, как-то незаслуженно отодвигаются на какие-то запасные поля. Посмотрите, что происходит. И я думаю, что это действие можно назвать даже заблуждение или обольщение. О каких-то незначительных вещах люди очень много спорят и исследуют иногда очевидное, о чем нет смысла много говорить. Но важнейшие моменты, от которых зависит наша безопасность и жизнь, человек не всегда даже рассматривает. Вот когда мы говорим о вере, то мы, когда читаем Евангелие, встречаем некоторые сюжеты, мы их пролистали, приняли, не приняли, и начинаем читать дальше. Но как важно зацепиться за слова Иисуса Христа и эти слова применить в жизни своей. Например, в первом послании Коринфянам Павла, в 11 главе, почти половина этой главы посвящена указаниям Павла относительно покрытия головы женщин. У него есть там различные версии. Он предлагает в том числе женщине постричься или побриться, если она не желает покрываться. Далее он говорит о том, что ее естественные волосы, косы, они являются покрывалом, и об этом достаточно сегодня споров. Но о чем говорил апостол? Он говорил не о покрывалах, и он говорил не о прическе женской. Он говорил о том, что когда женщина покорна своему мужу, и в семье этой женщины мир, порядок и благополучие, то есть она исполняет завет, тогда она привлекает внимание ангелов. Смотрите, какая ключевая мысль у Павла. Если за эту мысль засыпиться, то мы совсем по-другому будем ставить вопрос. Здесь он говорит, посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. Вот знак власти нам интересен, остальное как бы промелькнуло для ангела, ну и для ангелов. Что там, ангел посмотрел на нее, не посмотрел. А вникнуть если? О чем идет речь? Речь идет о том, что у человека, без разницы здесь, мужчина или женщина, мы берем уже сам прецедент этот, оказывается, что в нашей жизни присутствует служение ангелов. И в Писании тому достаточно удостоверения, заявлений и доказательств. Это одно. То есть невидимые существа, которые имеют подчинение от небесного престола, присутствуют на земле. Хорошо, я это принял. Что мне это дает? Ничего мне это не дает, друзья мои. Если я не уцеплюсь за ту мысль, которую предлагает здесь Павел. Какая польза женщины от того, что она какой-то знак подает, добрый знак подает ангелу. Очень большая польза, друзья мои. Значит, эта женщина будет находиться под попечительством какого-то ангельского караула. А вот это мне интересно уже, мне интересно. Но не только женщины, но и мужчины. Тема, тема развивается очень важная. На основании чего Павел здесь выводит это указание? На основании древних поверий, преданий, основанных на писаниях священных. Для этих древних людей, которые еще не хлебнули плодов цивилизации, ангелы были реальностью. И они в своей жизни этих ангелов служения ощущали. Но тема, любая тема для нас с вами, она раскрывается, когда мы начинаем ее выслушивать как прямую речь Иисуса Христа. И вот здесь нам эту тему развивать очень важно. Со слов Иисуса Христа. И это еще недостаточно. А потом, когда мы тему развили, поставить вопрос, как я могу ее применить. Понимаете? Если человек поставит для себя вопрос, это вопрос веры. Это вопрос веры. Что вокруг праведника ополчаются ангелы Господни, он будет ставить вопрос так. Что мне сделать для того, чтобы вокруг меня было ополчение ангельской? Вопрос на вопрос. А зачем тебе ополчение ангельское? Чего тебе не хватает? Вы знаете, до поры до времени нам всего с вами хватает. Но когда ты оказываешься разбитый, расколоченный здесь на больничной койке, или у тебя что-то случается непредвиденное, ты застрахован, ты здравого разума, у тебя все четко, но неожиданно приходит испытание. Это испытание разбивает тебя в клочья. Вот тогда возникает вопрос, а почему так случилось? А ты праведник. Оказывается, праведникам быть недостаточно. И недостаточно пребывать в завете. Но когда мы, пребывая в завете, исполняем правду, принимаем верою все, что сказано в новом завете, без исключения, да, здесь Павел напоминает о покровалах. Хорошо, мы будем много об этом спорить. Хорошо, мы все будем одевать эти покровалы. Ну, я имею в виду женскую половину нашей церкви. Но если у меня нет мотивации к тому, а мотивация к чему? Не покровала одеть, а мотивация к тому, чтобы быть послушной мужу своему. Зачем? А для того, чтобы ты стала объектом покровительства Ангела Небесного от престола Исходящего. Мы имеем с вами примеров достаточно о том, как женщины находились под покровом Ангелов. И, ну, например, ну, из таких высоких примеров, Есфирь. Она уже царица императора Артаксеркса. И у нее возникает такая проблема. Ей нужно показаться перед глазами царя своего, но это запрещено делать без его личного повеления. И что она делает? Она входит в пост. Смотрите, почему человек входит в пост? Чтобы он был замечен перед престолом. То есть, когда человек замечен перед престолом, тогда начинают работать законы Небесного престола здесь, на земле. Только после поста, несвоевольно. То есть, женщина объявила свое решение перед Господом. И здесь есть своевольный человек, царь. У него законы свои. У него свои намерения. Он никого, ничто не признает. Вы понимаете? Вот взял, подписал указ о том, что был уничтожен какой-то народ. И все. И сидит спокойно себе, пьет вино. Здесь какая-то женщина вышла. Вышла, да, и вышла. Ему дела до нее нет. Вы помните, что он свою первую царицу Астинь лишил царского достоинства. Отправил какой-то там пансион. И она там прозябает все оставшиеся дни своей жизни. Но когда Есфирь появляется перед глазами царя Артаксерца, мы читаем, что его сердце расположилось. Почему расположилось в его сердце? Да потому, что ему дал указание Ангел Господень. Ангел Господень может дать указание человеку и говорить ему таким тоном и таким определением, что человек никогда не ослушается этого говора. Вот вам и мотивация, мотивация. Когда я желаю, даже будучи праведником, быть в особенном положении пред престолом, и я верю в ангельскую защиту, я буду ее получать. Я хочу вернуться к словам Иисуса Христа. Это важно. Если Христос о чем-то не говорил, то зачем об этом и размышлять. Если Христос не говорил там о покрывалах для женщины, то я это принимаю как предание, которое Павел нам предлагает. Но если Христос говорил, почитай отца своего и мать свою. Если Христос говорил, что вам не должно разводиться, то есть жене должно уважать своего мужа. Для меня это закономерность. Для меня это принцип. Для меня это указание. То же касается и ангела. И он сказал следующее своим ученикам. «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстным и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Для чего? Для того, чтобы обеспечить служение праведника, святого Иисуса из Назарета. Доказательства? Их более чем достаточно. Мы с вами читаем о том, что пришед в свой родной город Назарет, Иисус проповедует в синагоге, он вызывает гнев своих соплеменников, и они пытаются его подвергнуть казни. То есть они хотели сбросить его с горы, что делает Иисус? Он проходит сквозь них. Каким образом, скажите? А очень простым образом, потому что к нему нисходят ангелы Божьи. Мы читаем об ангельской защите, которую имел Авраам, имел Исаак, имел Иаков, который двигался навстречу своему брату вооруженному и в сопровождении четырехсот воинов. Но когда он подошел к своему брату, что произошло с братом? Брат буквально растаял. Они обнялись, они поцеловались и разошлись в разные стороны. Почему? Потому что Иаков был по защитой ангельской. Друзья мои, это очень важная тема. Вот в наш век, век прогресса, век развития всевозможных технологий, к сожалению, мы иногда пренебрегаем этим очень важным предложением небесным, ангельской защитой, которая всегда действовала. И в словах Иисуса Христа открывается 18 главе Евангелия от Матфея. Это же очень важный момент. Очень важный момент. Он говорит следующее. Смотрите. «Не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного». То есть у нас с вами, у праведников, которые находятся в завете с Господом, у каждого есть свой ангел. А может быть и ангелы, а может быть целое ополчение. Все зависит от того уровня служения, которое ты несешь пред Господом. Чем выше уровень служения и ответственности, тем большая опасность, тем больше врагов у человека. А враги наши, друзья мои, это не кровь и плоть. Это мироправители тьмы века сего, начальства и власти, духи злобы поднебесных, которые имеют задачу нас с вами поражать. Почему у нас возникают проблемы по жизни нашей? Чаще всего они возникают со стороны людей. Но это не совсем так. Сколько раз мы видим, когда люди поступают неадекватно, они озлоблены, они ожесточены, они дышат угрозами и убийством. Почему? Потому что они возбуждаемы нечистыми силами. Здесь нам может помочь только ангел Господень, который от престола посылаем, чтобы нас с вами охранять, защищать, предупреждать нечто. В этом отношении очень важна наша с вами молитва и наша вера. Да, нам нужно быть рассудительными, предусмотрительными, но не настолько, чтобы жизнь наша превратилась в постоянные перестраховки. Как часто так и бывает. Чего человек боится, то его и постигает. Вера в защиту Божью, в данном случае в сопровождении ангельское, позволяет нам жить без страха этого животного. Как только мы начинаем размышлять о нашей с вами бытности, то в самых элементарных условиях мы имеем всевозможные нападки, агрессии и всякие случайные обстоятельства. Ежедневно гибнут люди в катастрофах. Кто-то тонет в реке, люди пропадают где-то, люди подвержены постоянным каким-то неудачам. Почему? Потому что они своими силами пытаются решать все задачи жизни. Где проблема есть у человека? Когда он нарушает завет с Господом, и когда он не имеет веры в Божью защиту и гарантии его безопасности, в данном случае, которые даются нам через ангелов Господним. И примеров достаточно, когда человек полностью доверяет свою жизнь Господу. Вспомните апостола Петра. Прежде ареста апостола Петра, это уже книгодеяния, был казнен апостол Иаков, брат Иоанна. Это серьезный вызов для церкви и серьезный вызов для самого Петра. Петр арестован. Его товарищ казнен. Вывод очень простой. Завтра он будет казнен. Но не для Петра это слово. Мы с вами читаем, что в преддверии казни Петр спокойно спит. Он спит настолько крепко, что его нужно было бы толкнуть в Бог, чтобы он проснулся. Как правило, представься человека, который находится в преддверии смертной казни. Эти люди будут искать любую возможность, чтобы казни этой избегнуть. Они будут в тревоге находиться, в каком-то смятении, совершать какие-то действия, иногда смысленно, не смысленно. Почему спит Петр? Потому что Петр стоит на словах Христа. И Христос сказал Петру, ты, Петр, на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Это слова Завета. Если для нас с вами прозвучали слова Завета, и ты принял слова Завета, в данном случае тебе не нужно страшиться. Тебе не нужно бояться собственной тени и всевозможных тех препятствий, которые в нашей жизни встречаются, а их очень много. Даже вот в обыкновенной, мирной, простой жизни вокруг человека крутится много таких сил, которые во мгновение могут его погубить. У нас есть достаточно к тому примеров, не только в Новом Завете, но и в нашей с вами жизни, когда вот так неожиданно, негаданно приходит потрясение в человеческую судьбу. И только лишь потому, что человек этот не имел веры в гарантии безопасности от Господа. Петр спит спокойно. Вот здесь срабатывает эта гарантия. Там, где мы с вами бессильны, приходят ангелы. Там, где мы с вами, находясь в Завете, имеем намерение исполнить волю Божию, приходят ангелы для того, чтобы нас ввести в исполнение воли Божьей. Здесь даже не вопрос человека. Есть слово, произнесенное Христом. Он сказал Петру, ты камень. Здесь появляется человек, появляется Ирод, который принимает решение остановить, не Петра остановить, вы понимаете? Он пытается остановить сказанное Господом слово. И вот здесь ангелы внимательно следят за тем, чтобы слово сказанное, смотрите, есть слово сказанное от престола. Я принял это слово, пусть оно не такое могущественное, какое Петру было сказано, но мы с вами имеем каждый пред Господом какое-то предназначение, пусть даже простейшее предназначение. Если ты вышел сегодня ранним утром или, может быть, чуть позже, но вышел для того, чтобы выполнить свое предназначение пред Господом, то тебе есть гарантии. Есть гарантии, есть гарантии. Твоя жизнь находится под попечительством небесным. И важно не столько, что ты вышел, а важно то, что в тебе идет Божье слово, Божье намерение идет. Послушайте, друзья мои, никто не может противостать Господу. И вот ангел пришел в темницу, подкрывал там все двери, провел сквозь эти замки Петра и направил его выполнять то слово. А что с Иродом случилось? Мы читаем про этого Ирода несколько позже, что он не воздал славу Господу. И пришел, опять же, ангел Господень и поразил его. Поэтому наше с вами благословение в чем? Когда мы принимаем это обетование Христа, что ангелы наши на небесах видят лице Отца Небесного, а в данном случае они видят лицо Иисуса Христа. И нам с вами не следует забывать, что не только наши с вами имена начертаны, но всех святых, понимаете? Насколько важно уважать всех святых, уважать своих братьев и сестер, понимая, что из наших уст ни одно слово порицания не должно выйти против святых. В Евангелии от Матфея по этому поводу серьезное очень есть предупреждение. Ну, когда мы благоразумны с вами, когда вера наша умножается, то мы, понятно, принимаем каждое слово, сказанное от Господа. Ну, как бы приходя к выводу по этой теме. Это важная очень тема, и она напоминает нам с вами о том, что независимо от того, желаем мы того или нет, соглашаемся мы с тем или нет. Но слово Божье, оно говорится на землю. Мы принимаем это слово, мы его исполняем. И исполнение этого слова, оно обеспечивается сильными, авторитетными служителями, которые делают все для того, чтобы исполнилась воля Божья. И вы помните благовестника Филиппа, который на пустынной дороге встретил колесницу. Там вельможа двигался в свою страну. Он ему проповедует, крестит этого вельможа. Читаем мы с вами, что происходит дальше. Ангел Господень восхитил этого служителя Божьего и отправил его туда, где он должен был находиться. Почему? Потому что по слову Божьему Филиппу нужно было уже находиться в другом месте. И ангелы Господни, они не только нас с вами защищают от каких-то потрясений жизненных, они в том числе обеспечивают наше служение. Да поможет нам с вами Господь. Будем внимательны к Писаниям, будем внимательны к прямым словам Христа, к тем примерам, которые развиваются. И вот эта тема об ангельском сопровождении, тема, если мы ее принимаем верой, она позволит нам с вами рассветать. Мы забудем, что такое страх, что такое депрессия, что такое ужасаться, тосковать в том числе. Почему? Потому что вокруг нас будут ополчаться ангелы Господни. И последний пример я приведу, когда семь сыновей первосвященника Аскевы, они пытались бороться с демоном и услышали следующее, что демоны, оказывается, Иисуса знают, и Павел им известен. Вы понимаете, почему? Потому что в Завете, и мы с вами в Завете. И когда мы понимаем, что Завет открывает нам вот такой уровень безопасности, тогда мы по-другому будем относиться к Писаниям. Мы тогда спросим, что мне нужно сделать для того, чтобы и вот это обетование для меня открылось. И тогда женщина, о которой здесь, или женщина, о которых Павел говорит в послании к Коринфянам, они не будут спорить о том, покровало или надевать, или не надевать. Они вопрос поставят так. Насколько эта женщина послушна своему мужу? Насколько она благочестива, если у нее нет, скажем, мужа? Насколько она покорна Иисусу Христу? И она скажет, я сделаю то, что скажет мне Господь. И мне очень важно, чтобы мое служение было обеспечено гарантиями безопасности, в том числе и защитой ангелов Божьих.